Что вы любите по жизни, Анкиса? Я люблю людей изучать. Мне очень нравится. Изучать людей, изучать устройство нашего мира. Путешествовать люблю. Люблю копаться, вот я говорю, изучать, копаться во всем этом, зачем мы живем, у кого какое предназначение. Эзотерика, астрология. Верите? Я не просто верю, я имею подтверждение этому, поэтому да. Мы сейчас про что говорим? Про астрологию? И про многие другие вещи. Я верю в то, что наш мир далеко не мы так материален, как иногда нам кажется. Что все гораздо глубже и проще, как нам кажется. А людей вы изучаете, как? Как их сканируете? Что для вас является? Визуалка какая-то или вы какие-то там энергетические вещи снимаете? И визуально. Я изучаю физиогномику, я сравниваю людей с похожей внешностью, нахожу похожие черты. Я изучаю вот лицо, чтобы я могла там взглянуть примерно на человека и составить его портрет внутренний, его психологический портрет. Вот. Также я изучаю характеры людей, поступки людей, изучаю даже через негативные вещи. То есть кто-то предал меня, а я сижу его изучаю, изучаю природу этого предательства. Вот мне нравятся вот такие вот вещи. А вас часто предавали? Бывало, конечно, как и всех. Ну, наверное, как и всех, просто, может быть, некоторые на этом не концентрируются. Их предали, и раз, знаете, стерлось это из памяти, осталось только хорошее. Человек пошел дальше. А вы, видимо, как-то на этом... Нет, на самом деле нет. Я очень хорошо умею прощать. И те, кто меня предали, до сих пор могут быть моими друзьями. Мы про предательство сейчас говорим. Давайте я просто пойму. Ну, не то, которое на войне, знаете, втрицам сдал. Нет, нет, нет. Я понимаю, что это вот, это относится к работе, к бизнесу, или это относится к личной жизни? И к личной жизни, и к работе, и к бизнесу. Предательство же оно не имеет области. Ну как, а еще как умеет. Но это поступок человека, когда против тебя какой-то очень некрасивый, и очень с твоей точки зрения неправильный, который тебе причинит большую боль. Собственно, это может быть как и в бизнесе, так и... Знаете, здесь же критерии нету таких четких. Там кто-то может считать, что пошла Анфиса пить кофе с Любой, которую я не люблю. Вот она меня там предала. Ну, я так утрирую. Вот здесь вот... Вот приведите пример последнего такого перепахавшего вас предательства. Не называя имен. Вот я хочу понять, о чем речь. То есть, что если, предположим, твой возлюбленный, человек, с которым у тебя были длительное время отношения, дает статьи в журнале, обливает тебя грязью, рассказывая подноготную интимные подробности, это же предательство. Может, это любовь? Может, это не предательство? А любовь и предательство, они многообногу идут. Только кто-то умеет любить красиво и умеет делать другого счастливым. Даже если этот другой не хочет быть с ним, он уходит, чтобы тому было легче. А кто-то вот это все... Значит, я разозлен, я зол, я тебя ненавижу, я сейчас тебе сделаю и так далее и тому подобное. Любое предательство имеет объяснение. Именно поэтому я его изучаю. Именно поэтому я не готова говорить, что человек меня предал плохой. Нет. То, что он сделал, было очень логично для него. То, что он сделал, ему кажется правильным. Либо через какое-то количество времени он скажет, эх, зачем я так сделал, я был неправ. Но в той точке отправления, где было совершено якобы это предательство, да, для меня оно так выглядит, он был прав. И я пытаюсь найти правоту этого человека. Почему он это сделал, как? Объясните. Когда я все это понимаю, всю эту человеческую природу, и свою в том числе, да, я ведь тоже не всегда совершаю красивые поступки. А что в последний раз вы сделали такое, что вам пришлось говорить себе, Анфиса, вот я это сделала, и я была неправа. Что это было? Ой, ну в последний раз, ну это бывает и какие-то мелочи. Бывает, что я просто ссорюсь с человеком, с подругой. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.